Когда человеку много даром даётся, он всегда зазнаётся. Привет, я Даша! Это прочитанная за апрель месяц 2015 года. И, соответственно, я буду сегодня рассказывать о том, какие книги я прошла, помимо тех, что я прошла совместно с мамой. А в этом месте отдельное видео. И, конечно, об очень книгах не хотелось бы снять отдельный обзор, но в этом месте как-то не вышло, поэтому придётся глупым по Европам книгоотчётники. Итак, первая книга — это «Лунный камень» у Луки Коллинз. Когда-то я читала Нила Кимона, и у Нила Кимона, по-моему, в реприканских богатах была помянута эта книга, и мне захотелось её прочитать, и наконец-то я до неё дошла. Это «Близкий писатель». Я скажу о многом, когда скажу, что Луки Коллинз был сначала большим другом Диккенса, того самого, а потом стал ещё и ему родственником. У них схожий стиль повествования, но Коллинз пишет более оживенько. У него замечательная книга, она написана превосходно, читается она очень увлекательно. Она безумно юная. То, что на них было изложено, можно было уместить в 150 страниц, даже меньше. Очень подробно описывается всё. Мельчайшая там мелочь. Я не знаю, если бы Луки Коллинз, простите меня, взялся бы писать о том, как его герой идёт в ванну, там проделал гигиенические все процедуры стандартные, это у него заняло бы сомнение 70. До такой степени он прям вот всё, прям вот до нюанса. А так, очень увлекательный сюжет. Я даже, вот пока до этих последних 300 страниц не дошла, я очень была увлечена. Тут, видимо, просто мне уже и втерпёж стал, когда же это закончится, вот я и забыла. А так, совершенно изумительная книга. Действие происходит в 19 веке, если я не ошибаюсь. Это такая детективная, мистическая немножко история. Когда-то давно-давно у индийских Вархмана существовал лунный камень, но лунный камень не в плане породы лунный камень, это бриллиант, название лунный камень. И он был однажды похищен. Это было несколько тысяч лет назад. И с тех пор всегда два жильца высшей касты индийской преследовали этот камень, где бы он ни был, стремясь его заполучить и обратно вернуть. В конце концов, камень попадает в руки одной английской семьи. Наступает уже 19 век. И там закручивается такая сюжетно-детективная линия. Те, кто из принципов, из какого-то мечтает детектива, не пугайтесь, не отвлекайтесь от этой книги. Это не выглядит как классический детектив, чисто там какой-то там что. Это гораздо интереснее, закрученнее. Я не знаю, как это писать, это только пробовать читать. Хотя бы попробуйте начать, не понравится, оставите и поклянете меня. Так что я бы поставила наивысшую оценку, но просто я в конце из-за этого моего критика, да когда же развязка! Ну, минус один балл. Далее. Ольга Барнак. Меня заразила книгой Синухи Египтянина. Мика Валтари, автор у нас. Что я хочу сказать. Книга произвела на меня двоякое впечатление. Она очень длинная. Но это не недостаток. Она написана столь увлекательно и поразительно. Разве что вот этот эпизод в Ахататуне мне не понравился за этот период времени. Она написана столь увлекательно, столь динамично, столь живо, что не замечает, что она длинная. Прогладываешь их просто. Я, по-моему, её за три дня прочитала. Где-то так, быстро. Поэтому люди, малосведущие в египтологии, получают просто колоссальное удовольствие от этой книги, потому что написана действительно шикарно. А вот люди, которые, разбираясь в египтологии, они будут несколько скуражены. Дело в том, что, несмотря на то, что Мика Валтари, достаточно достоверно, прям завидно достоверно описывает быт древнего египтянина, отдельных слоёв населения. Там вот всё такое, с чем сталкивался египтянин каждый день. Он очень правдоподобно описывает профессию медика. Это всё очень достоверно. Но когда дело доходит до династии, дело происходит во времена 18-го династии, то есть главный герой застаёт кончину Ахнатона III, и я уже не буду перечислять следующих фараонов. А что им ценно делать? В общем, у автора большие сложности с тем, кем приходится, каким родственникам. По поводу Нефертити, Эея, жены Аманхотепа III. Значит, родители Нефертити, я уже говорила, сомнения по поводу происхождения Хоремхэба. Тут действительно существуют среди гиптологов разногласия, разночтения, разные источники, по-разному говорят об их происхождении. Ну, блин, там есть грубейшие ошибки, вот просто грубейшие. Я просто сидела, я вот так постоянно делала, просто рука-лицо. Вообще, вот, меня прямо... Вот, всё, Даша, успокойся, успокойся, успокойся. Я не люблю, когда коверкаю эту историю очень, мне это не нравится, меня прямо корёжило. Но, к счастью, это было уже почти в конце книги, во второй где-то половине. За первую половину я уже успела привязаться к главному герою, я обожала автора. И поэтому я не бросила читать. Да, и интересно было, что же там дальше будет. Вот. Ну, Синухэ – это медик, очень талантливый медик. Он пускается в странстве по странам восточным. Это и хеты, это и... Кто ещё не забыл, шумеры, это и месопотамия, это вот... То есть, ну вот, все, с кем взаимодействовали египтяне, будь то враг или союзник, он там побывал, в Вавилоне побывал. Это очень интересно читать. И вы знаете, у меня в начале книги герой вызывал такие неоднозначные осуждения. То я его считала вообще, ну ты тупой, сидела, говорю, ну ты вообще тупой. Извините меня за неделикатность по отношению к главному герою. Ну реально, потом говорила, это человек-везунчик. Потом, а, да он гений. Потом, м-м-м, и опять, ты тупой. Вот, и я ещё раз прошу прощения за неделикатность с моей стороны. Ну вот, таковые эмоции у меня были, ничего с этим не поддерживалось. Самое интересное, я... У меня такое бывает, что когда я пишу книгу, я пишу отзыв по ходу чтения книги. А потом, начиная... Когда я уже прочитала, я начинаю корректировать. Так иногда бывает. Так было и в Сенухе. И когда я начинала читать, я написала такое ощущение, что это написал реальный древний египтянин, медик. И теперь просто его тексты приведены. Вот я сейчас с собой прям любую сижу. Каково же было моё удивление, когда я узнала, что это и правда так. Так, поправочка. Автор, как его там, Миколол Дали, перенёс эпоху, где происходят все эти события, из одной династии, совершенно другую. Дальше, дальше. Как на то, ну, он же Манхаттеп, ой, наоборот, Манхаттеп четвёртый, он же Игнатон. И вот так вот. И ещё он внёс изменения, основываясь на римской мифологии. Вот это мне не понравилось, потому что... Когда я была маленькой, наивной девочкой, я винила римлян в падении египетской цивилизации, хотя, конечно, не только они были повинны. Всё это началось, кстати, в конце 18-й династии, на мой взгляд, ещё. Ну, вот я винила именно римлян в детстве, и мне немножко такой осадочек ещё остался. И мне немножко так неприятно было того, что... Ну, вот так вот. Книга очень интересная. Обязательно попробуйте тоже почитать. Это что-то, я не знаю. Тем более, если вы не увлекаетесь, гиптологии мало, что о ней знаете, то вообще прям советую-пельсоветую. Далее. Плугян Владимир. Почему все языки такие разные? Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Я опять некорректно, я опять неделикатно, я опять... слишком выдвигаю своё личное мнение. Если я чрезвычайно субъективно сегодня что-то произошла, раз я... Ну, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Во-первых, автор на вопрос, который сам же и задал в заглаве своей книги, так толком и не ответил. Во-вторых, кажется, он писал для детей, потому что то, как написано, такое, я себя чувствовала дебилкой. Либо ребёнком четырёхлетнего возраста, который вообще ничего не знает об окружающем мире. Кроме того, что вот есть мама, есть папа, вот это моя квартира, вот тут я живу. В детском садике у меня воспитательница зовут Мария Ивановна, и всё на этом его знание заканчивается. Ну, я, конечно, так очень грубо говоря, обрисовала. Вот она действительно обращается к своему читателю как к ничего не мышлящему очень маленькому ребёнку. И эпизодически он приводит интересные факты, которые мне было любопытно почитать. Но в основном я посчитала эту книгу напрасной тратой времени. Поэтому, в принципе, я её не рекомендую. Далее. Терри Пратчетт, «Код без дураков». Это тоже мне... Я не пришла в восхищение. Написано очень... Язык хорошего автора. Написано очень мило, славно. Но сама книга как таковая... Стиль подачи замечательный. Но сама книга как таковая мне «Шатковалка» на троечку. «Код без дураков» — это... Видно, что автор прям кошак. Прям кошак при кошак. И... Книга, как бы сказать... Книга посвящена идее, кто такой настоящий кот. Например, настоящий кот всегда бегает за всем, что движется там. Или настоящий кот там... «Код это, код это, код это». То есть... И вот... И немножко сейчас непонятно. Может быть, я объясняю. И даже не может быть. Действительно непонятно. Но... Такой идет поток восприятия котов как безумно любимого вида животных. Я сейчас как-то правильно выразилась. В общем, от этой книги... Ну, это не совсем книга, и вот, скорее, повесть-рассказ прям веет любовью кошкам и котам. Вот. И единственное, там... Он их разделяет на разные типы. Я не увидела, к сожалению, квартирного типа. Видимо, сам писатель лежил, к сожалению, уже умер в частном доме. И... Кот так рассказывает в соответствующем аспекте. Мне было бы интересно почитать в квартирном аспекте. Далее... Я прочитала Иржи Лангер. «Девять врат. Таинство хасидов». Мне всегда были интересны евреи. Мне было интересно о них почитать что-то такое, чем-то едят. Эта книга написана для евреев. То есть, я не до конца ее поняла, потому что я не еврейка. «Девять врат» — это... Автор делит книгу не на главы, а на врата. То есть, первая глава — первый врата, вторая глава — вторые врата и так далее. Он... Сам еврей. Он... жил у хасидов. И то, что услышал или увидел, рассказал в этой книге. Это его личный опыт. Это действительно то, что он видел и слышал. Это было очень интересно читать. И очень необычно. Обычно я о всем знаю. Ну, то есть, я не хвалию, что я такая прям всезнайка. Ну, знаю. Я как бы много читаю, если бы я не знал. А тут я о евреев не знаю вообще ровным счетом чего, помимо Бухинвайда там, Холокост. Вот этот праздник, когда свечи... Подсвечник такой интересный такой. Зажигая там свечи, и то я только название этого праздника знаю. А, еще вот этот праздник я знаю, когда мальчику или девочке исполняется не только 12-14 лет, и его... И в честь этого влетела из головы, знала же. В общем, мой разум был по отношению к евреев как чистый из бумаги. И вот я читать читала, но я не все понимала. Ну, я надеюсь, у меня еще все впереди. Очень интересно, кстати. Читала также Булгакова «Собачье сердце» и «Кафе». Насчет «Собачьего сердца». Вы мне не поверите, я сама себя не верю. Я всегда видела человека, который говорит «Ой, я видела экранизацию, мне не понравилось, я не буду читать книгу». Я всегда такие хрюри смотрю. Чего? Вот. Ну, потому что не суди книгу по обложке, бла-бла. Видео, по фильму. А тут сама такая лицемерка. Давно, 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 в глубоком действии. Я еще, по-моему, даже в школу не пошла. Я посмотрела наш, я нагревела еще фильм «Собачье сердце». Я была в диком ужасе. Поэтому я не читала книгу. Я ее прочитала в первый раз в этом месяце. И мне безумно понравилось. Я много выпустила в своей жизни. Вот вам урок. Если вам не понравился фильм, это не значит, что книга плохая. Собственно, все же мы все знаем. Пока аниме, я думала, что я его знаю. Я думала, что профессор Клеброженский, доктор, он хочет дать жизнь умершему человеку, пересадив ему собачьи органы. И у него опыт получился. Нет. Нет. Да-да, нет. Да-да, нет. Я ее сегодня ударю. я сегодня глупая. Все наоборот. Он не хотел спасать человека. Ну, не этого конкретного. Он хотел провести опыт, чтобы понять, как омолодить человека. И поэтому он присадил человеческие органы собаку. И собака стала приобретать и челечиваться. Мало того, что он стал похож на человека маленького. Он еще научился говорить. В первую очередь, маты. В общем, от этого случились только неприятности, из которых профессор выпутался каким-то способом, я не скажу. Лучше что-то почитать книгу. Вот. И неужели правда в фильме было показано, что доктор пересадил собачьи органы человеку? Может, я неправильно запомнила? Ну, кафе это даже не рассказ, это полурассказик о том, что если ты человек не действия болтовни, не надо болтать в публичных местах. Вот. И последнее, что я прочитала, было буквально вчера, буквально перед сном, Дарвильи приключений доисторического мальчика. Не ругайтесь на меня из-за обложки. Я не при чем. Это библиотечная книжка, которую я, видимо, не сдала. Это книга издания 1982 года, тот стоит в штампе. в штемпель. Это, чтобы вы понимали, это детская версия борьбы за огонь Джозефа Рони Старшего. По крайней мере, у меня сложилась такая ассоциация. То есть, доисторический мальчик, как можно понять это название. Это еще тот период, когда только-только научились огнем пользоваться, и делать, извлекать его, а не только дождаться, когда молния ударит, поджечь головню и хоба, костер. Но это еще на той стадии, когда это не было повсеместно, и не все умели его разжигать. Все только поддерживали постоянно, чтобы он горел, не затухал, и на этом знания дальше не распространялись. И вот мальчик допустил такую ситуацию, что огонь потух. Что за этим последовало дальше? Читаем книги, очень интересно, рассчитано на дошкольников, ну, школьников младших классов, там, средних тоже можно почитать, любопытно, я хочу подчеркнуть, если увидите, что предисловие писал некто по фамилии сейчас найду, КАБО, инициал В, я не знаю, Виктор, может быть, в общем, В точка КАБО, ни в коем случае, это предисловие не читайте, потому что этот добрый человек написал глубочайший спойлер, он просто написал обо всё, что будет, а я по своей глупости прочитала предисловие, то есть мне было вообще испортим мне всё удовольствие, так что если вы увидите, что данный человек написал предисловие, ваши версии, которые вы возьмёте, прошу вас не читайте это предисловие, вот, на этом всё, в соответствии со своим приветствием желаю быть вам не пыль за знаками, и пока, до скорых книг! не пыль.